Я опять в Дубно. Это центр города, улица Данилы Галицкого. Это дом контрактов, который был построен на рыночной площади в конце 18 века. Памятник Жаби. Надпись внизу, у кого в душе меня нет, того я не задушу. Свято-Илинский собор построен в 1908 году в неороссийском стиле. Идем к Луцким воротам. По дороге памятник Тарасу Шевченко. Луцкие ворота когда-то играли роль центрального звена в оборонной системе города. Эти ворота – редкий образец оборонного сооружения Барбакана и нигде в Украине, кроме Волыни, не встречается. 24 апреля 1623 года князь Александр Заславский заключил контракт с архитектором Якобы Мадлайном на строительство Луцких ворот. Возведены они были, вероятно, за один строительный сезон. Покидаем Дубно и едем на национальный историко-мемориальный заповедник поля Берестецкой битвы. В музее можно увидеть поразительные вещи – казацкие сапоги и узорчатые пуговицы от жупанов, перстни с печатями и без, патронташи, лядунки, нательные кресты и иконки, походный самогонный аппарат, похожие на детские игрушки-коники-натруски, игральные кости, баночки для лекарственных снадобий, ложки в аккуратных кожаных футлярчиках, сумочки для пуль, кошельки из цветной кожи и сумки для личных вещей. Содержимое последних весьма занимательно. В них было и немного денег, и разные женские украшения, вероятно, подарки женам и любимым. И рыболовные блесны, и свинцовые цилиндрики, из которых в походе отливали пули при помощи представленных тут же приспособлений пулелеек. В свое время археологов озадачили непонятные мотки свинцовой проволоки, обнаруженные в казацких сумках. Оказалось, что это оконные переплеты, выдранные из проемов каких-то каменец, особо хозяйственными казаками. В случае необходимости свинец мог пойти на пули, вот окна и пострадали. Излишне говорить, что археологами было найдено немало холодного и огнестрельного оружия. Это деревянная Михайловская церковь 17 века. Субтитры создавал DimaTorzok Заповедник был основан в 1912 году на месте, где в 1651 году произошла крупнейшая битва освободительной войны под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. 100-тысячное казацкое войско при поддержке 30 тысяч татар хана Ислама Третьего Гирея сразилось под Берестечком с 300-тысячной польской армией короля Яна Казимира II. Из-за предательства татар запорожцы были разбиты, потеряв по разным оценкам от 10 до 30 тысяч воинов. В 1912 году в память о трагической битве сюда была перенесена деревянная Михайловская церковь, в которой Хмельницкий молился перед боем. Здесь был сооружен великолепный храм-памятник святого Георгия в стиле казацких храмов с девятью главами и вынесенным наружу иконостасом. Подземный ход соединяет Михайловскую церковь с подземной часовней-усыпальницей, пораскивая в Пятнице под Георгиевским храмом, где захоронены останки погибших казаков. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»